сегодня и буду вот я благодарна Насте, что она мне будет помогать с презентацией, а я как раз благодаря этому ничего не упущу, что планировала сказать, и Марина Евгеньевна обещаю оставить тебе время для твоей рекламной паузы долгожданной. Итак, что же у нас с обучением, да, и мы не только проводим исследования, спасибо за этот прекрасный спойлер, я о нем еще напомню, но на самом деле мы сами, как нам Татьяна Сейфи сказала, что мы должны быть экспертами в том, чему мы учим, вот мы очень с этим согласны, и мы свою внутреннюю систему обучения именно как систему строим с 13-го года, ну то есть вот уже шел восьмой год, как мы это разбиваем и не останавливаемся ни на один день, с 15-го года мы уже начали передавать эту экспертизу и сейчас продолжаем это активно делать, ну и за вот эти семь с лишним лет уже видим те реальные результаты, о которых я сегодня и буду говорить именно в парадигме того, как же обучение сотрудников и ресурсных центров и вообще сотрудников любой организации влияет на эффективность самой организации, это сегодня, мне кажется, один из краеугольных камней нашего с вами обсуждения. Итак, о чем же сегодня пойдет речь? Речь пойдет о том, что я вам покажу такие отдельные части этого пазла и в конце мы его попробуем соединить в одну общую картинку, поговорим о подходах к обучению, поговорим о процессах, что и как нужно делать, чтобы сработало и поговорим о том, как же результаты планировать и измерять. Воспользуюсь метафорой Элли, которая сказала, что это такой взгляд с вертолета, потому что 45 минут это очень маленькое время, но, надеюсь, разглядим. Итак, давайте переходить к модели конуса Дейла. Наверняка многие из вас ее знают, потому что я знаю, что большинство ресурсных центров точно проводят различные обучающие мероприятия, поэтому я не буду заострять внимание на самой модели и на том, из чего она состоит, вы ее наверняка знаете, ну, либо, если вдруг нет, вы можете рассмотреть это сейчас на экране. Я хочу сказать об этой модели, которая, в общем-то, для нас с вами, как для руководителей организаций и ресурсных центров, представляет собой такой универсальный инструмент, чтобы, во-первых, это оценить соотношение цены и качества обучения и сформировать корректные KPI и контрольные показатели эффективности этого обучения, а, во-вторых, это подобрать оптимальную программу обучения под конкретную задачу. Ну, например, нам с вами нужно привнести какую-то совершенно новую экспертизу в нашу организацию. Мы никогда не проводили грантовых конкурсов сами, а теперь это нужно сделать. Тогда нам подойдут только активные способы, это верхняя часть этого конуса перевернутого, который вы сейчас видите на экране. Ну, или нам просто нужно чуть-чуть расширить или углубить знания, например, нам нужно сейчас понимать, как в связи с удаленкой, да, какие-то кадровые документы оформлять, потому что мы все знаем про кадровое делопроизводство, но не все понимаем про особенности того, а как же это делать вот в удаленном формате. Тогда нам вполне подойдут и пассивные способы. Вот так я вам предлагаю смотреть на конус Дейла и держать его в голове. Вот пока я буду рассказывать дальше и перейду к управленческому циклу. Вы его уже видели, те, кто слушал Женю, но я вам о нем буду рассказывать немножечко в другом ключе, как раз акцентируя внимание на том, что вот в этой неоплассической модели обучение выделено как самостоятельный блок, хотя по-прежнему оно влияет очень сильно на мотивацию сотрудников, и об этом Эльвира говорила одну презентацию назад, что это сохраняет очень большой мотивационный фактор, но тем не менее выделили в отдельный блок. Почему? Потому что это становится нормой сейчас для всех организаций из всех секторов экономики. Неважно, не коммерческая это организация, это бизнес-организация, это органы власти. Та самая концепция lifelong learning, обучение длиною в жизнь, это то, что выделяет теперь обучение в самостоятельный блок. Почему же? Потому что нет больше навыков, которые можно освоить один раз и на всю жизнь, как это было еще, может быть, каких-то 20 лет назад, наверняка многие из вас это помнят. И даже навыки коммуникации и навыки решения проблем меняются из-за того, что очень сильно меняется внешняя среда. Сейчас в эпоху тотальной самоизоляции, в эпоху вируса мы это видим как нельзя лучше, и это проявилось в полной мере. Кроме того, появляются новые инструменты для организации процессов. Ну, например, нам всем казалось, что мы умеем общаться онлайн, пока онлайн не стал нашей единственной реальностью вот в последние два, то и три месяца у всех по-разному. И тогда мы поняли, что нам необходимо доучиться общаться онлайн так, чтобы у нас команда не распадалась, чтобы она действовала, и чтобы мы продолжали быть такими же эффективными, находясь дома. Как раз то, о чем Женя сказал. Итак, это у нас сейчас и единственная среда для общения, да, и нам пришлось освоить те же hard skills, так называемые, да, жесткие навыки. И мы все освоили тот же инструмент Zoom, в котором сейчас находимся, да, хотя месяцев 12 назад нам это казалось не очень-то и нужным и важным. И вообще не все слышали о такой платформе. Еще же, почему сейчас обучение оказывается вот в таком фокусе внимания? Потому что весь мир, вот переходя, да, на эту концепцию обучения длиною в жизнь, понимает, что если мы не учимся, чтобы конкурировать с собой, с самими вчерашними, то завтра мы не просто проиграем, а мы, может быть, и не сумеем выжить. И это становится такой большой целью и для руководителя ресурсного центра, как для организации внутри себя, так и для руководителя ресурсного центра, как для организации, которая помогает другим организациям на той территории, на которой он работает. Особенно, мне кажется, это важно для региональных и муниципальных ресурсных центров. Не важно, в какой они правовой форме работают, относятся ли они к многофункциональным центром или являются нишевыми или специализированными. Что важно помнить, что дополнительно нас стимулирует еще одно такое внутреннее правило. Я вам о нем уже говорила, но хочу вот прям заострить на этом внимание. Это именно фактор, который важно учитывать нам с вами, руководителям ресурсных центров. Если мы хотим учить чему-то других, хорошо бы нам в этом быть экспертами-практиками, не теоретиками, потому что мы все с вами ругаем порой систему высшего образования за то, что учат тому, что устарело, но вот совершенно точно не хочется этому уподобляться. И вот таким образом, видя вот этот управленческий цикл, мы сформировали в D-Group Social свой такой подход к обучению сотрудников. Когда у нас есть внутренние задачи, как низшего ресурсного центра, в том числе учить тому, что мы умеем сами хорошо, так и исходя из тех трендов внешней среды. И вот как раз то самое исследование, которое Марина анонсировала, мы с коллегами из Центра благосферы начали проводить еще в 2019 году, опираясь на собственную экспертизу в обучении топ-менеджеров российских и международных компаний, потому что мы оттуда тоже перенимаем определенный опыт. Соответственно, мы понимаем, что происходит в экосистеме обучения некоммерческих организаций, мы понимаем, что происходит в экосистеме обучения в бизнесе, и мы сами пробуем и набиваем шишки на лоб с тем, чтобы действительно говорить, вот это работает, а вот это не очень. И объяснять это не просто отсылаясь к каким-то теоретикам, пусть даже самым величайшим, но и чтобы это можно было делать, именно опираясь на свой опыт. Для чего нам все это? Да для того, чтобы вот, имея такой подход, мы понимали, как же тогда это все переносить на работу с командой, которую тоже важно вдохновить на это обучение. Мы это делаем, на самом деле, еще до приема на работу нового сотрудника, когда на собеседование, которое он проходит перед тем, как мы ему делаем предложение работы, мы его спрашиваем о том, о чем же он мечтает и какую мечту он хотел бы воплотить, приходя к нам на работу. Об этом говорила Эля, поэтому я не буду заостряться на том, как работает мотивирующий фактор такой связанный, но для нас это прям проверенный временем инструмент, что сначала мы спрашиваем, а какую же мечту ты хочешь реализовать, приходя к нам на работу, а когда уже человек работает, мы, в общем, каждый раз сверяем ответы на вопросы, что же нужно сделать, чтобы эту мечту воплотить, что нужно сделать, чтобы это было делать легче и проще, и что важно, чтобы двигаться в какую-либо сторону. Если это вертикальная карьерная лесенка, значит, вверх. Если мы двигаемся просто вперед и расширяем свою экспертизу, тоже прекрасно, значит, вектор на движение вперед, ну, а может быть, влево-вправо, если человеку интересно развиваться горизонтально. Таким образом мы выстраиваем свою внутреннюю систему обучения. У нас небольшая команда, поэтому у нас нет потребности выстраивать многомодульную внутреннюю программу обучения. И вот те самые внутренние тренинги мы проводим редко, когда это действительно нужно под запрос для нас же самих. И мы сфокусировались на индивидуальной работе с каждым из сотрудников. Нам это кажется наиболее оптимальным. Главным инструментом является индивидуальный план развития, ИПР. Я очень часто дальше буду говорить это вот так сокращенно. Идиология развития. Чтобы мы достигали наиболее эффективного результата, они подкрепляются коучингом, менторингом, ну или наставничеством, да, неважно какой вы из терминов используете, и другими инструментами, которые помогают вот вести этот процесс системно. И расскажу об этом процессе чуть позже, да, начинается как раз вот все на стадии этих бесед. И вот эти вопросы, которые были перечислены на предыдущем слайде, они по сути являются ответами, да, которые ложатся в основу индивидуального плана развития, вот который вы сейчас увидите. Он очень похож по сути по своей на проект, на то, как мы с вами описываем проект или когда укладываем его, например, в рамки проектной заявки. Вы видите вопросы, на которые необходимо ответить каждому. И я вам здесь привожу пример своего собственного индивидуального плана развития, свежего, вот который я состояла не так давно. И расскажу, почему вот считаю этот пример полезным для вас, именно как для руководителей РЕС-центров. Ну, надеюсь, что сейчас именно руководители РЕС-центров остались бежать этот марафон, его последнюю часть. Ожидаемым результатом является изменение человека, когда мы говорим в индивидуальном плане развития, как о проекте. И, соответственно, даже если обучение проходит на рабочем месте, нам очень важно, чтобы это не превратилось в операционный план действий. Это одна из самых частых ошибок, которые делают люди, которые впервые подходят вот к тому, чтобы начинать работать с таким инструментом, как ИПР. И вот здесь я для этого вам специально показываю пример своего плана, чтобы вот прям лично, да, из собственного опыта порекомендовать вам. Писать в нем не умными академическими формулировками, да, про какие-то знания, компетенции, навыки, а писать так, как бы вы написали, например, в собственном дневнике с эмоцией. Потому что это мало того, что должно быть понятно и вам, и вашему руководителю, если он есть, там, возможно, это учредитель, либо вашему коучу, потому что вряд ли вы можете все время один сам собой, будучи, испытывая тот самый синдром одиночества руководителя, да, все время думать самому про себя. Поэтому кто-то, кто вас поддерживает, коуч или, возможно, внешний ментор, да, тогда вам нужно договариваться об этом с ним. И если вы сформулируете вот эту свою цель на развитие и критерии ее измерения, как я сам или я сама пойму, что это изменилось, это случилось, я чему-то научился, и как кто-то другой это поймет, вас это будет драйвить. Это будет вызывать такой азарт, что через год-два вы испытаете, вот поверьте, ни с чем не сравнимое чувство гордости за этот свой результат. И в этом месте очень хочется озвучить такой дисклеймер. Осторожно, это вызывает привыкание. Это правда, вот это чудо, когда в первый год жизни и пользование этим инструментом случается. А потом действительно вы входите во вкус, и входят во вкус ваши сотрудники. Мы это проверяем не только на себе, мы проверяем, мы уже проверили несколько лет, как этот инструмент на участниках наших программ обучений. И поверьте, мы видим вот те самые результаты, которые можно пощупать. А вы знаете как никогда, что это очень ценно. Да, вот когда вот эта часть айсберга, которая в самом начале марафона показывалась как подводная и совсем невидимая, да, все-таки становится видимой, еще и посчитанная и хорошо измеренная. И фокус здесь вот в том самом фокусе, простите меня за эту игру слов, потому что если вы понятно для себя написали, на чем хотите сфокусироваться в ближайший год, то ИПР станет для вас отличным рабочим инструментом, таким маяком, на который вы будете ориентироваться, даже если за 6-12 месяцев вы не откроете этот документ ни разу до следующего диалога с вашим руководителем или с вашим коучем. Вот именно поэтому важно писать это понятно и действительно для себя, вот с таким горячим и искренним желанием. И если вот как раз касаться темы измерения, то в самом ИПР я советую оставлять только качественные KPI, качественные показатели эффективности этого, как показано в этом примере. А вот количественные, связанные с результатами работы конкретной функции, если этот сотрудник отвечает за функцию, или организации в целом, если вы говорите про себя, лучше учитывать в целом при оценке эффективности сотрудника. И если развивать тему примера, то у меня, например, в операционных показателях это отразится, вот обучение этому навыку на осмотренности и адаптивности, оно отразится на повышение конверсии случившихся партнерств относительно воронки, что в свою очередь сыграет на индексе узнаваемости и влиятельности организации, а также на повышение дохода от деятельности, которую, в общем-то, и должна его приносить. Из позиции сотрудника хочу вам сказать такую штуку, вот что если бы передо мной просто ставили такую операционную задачу, да, повысить доходность, я бы точно не была так мотивирована ее выполнять, не имея инструментов развития. Но когда у меня есть поддержка руководителей, возможности не стоять на месте, я это делаю с большим удовольствием, но обычно это влияет и на скорость, и на качество исполнения. Итак, как же понять, чему учиться? Вот помните стишок такой «Огней Барто» про девочку-болтунию, да, драм-кружок, кружок по фото, это слишком много что-то, выбирай себе, дружок, один какой-нибудь кружок. Ну, я выбрала по фото, но мне еще и петь охота за кружок по рисованию тоже все голосовали. Вот та самая модель компетенций, да, можно опираться на ту, которую Таня Свифи представила, да, недавно, можно опираться на ту, которая есть в нашем гиде по развитию управленческих компетенций по QR-коду, можно скачать, если вдруг у кого книжки нет, она бесплатная. Вот саму модель, именно 7 компетенций, описанные вы видите здесь, в самом гиде она расписана до поведенческих индикаторов, да, как понять, что я идеален в том, что развиваю сотрудников и развиваюсь сам, вот там это описано. И поэтому опираться стоит не только на мечты сотрудников, о чем мы с вами договорились несколько минут назад, но и вот как раз на модель компетенций, если это руководитель, менеджер направления, например, менеджер программы, то эта модель компетенций подойдет. Если это у вас координатор, ну, вы совершенно точно можете сделать модель компетенций под эту должность, как раз когда вы ее описываете как функциональную. И когда вы на нее смотрите, вы можете планировать, как совместить мечта человека, мечта организации, да, и чему же нужно научиться сотруднику или вам, чтобы вот случилось то самое чудо, да, и вы вышли на тот уровень эффективности, на который хотели, используя в том числе инструмент развития сотрудника или развития себя. Вы такой же сотрудник, в общем-то, как и все остальные. Мы это тоже используем, и мы, единственное, понимаем, что модель работает отлично на всех уровнях менеджеров. Единственное, будем добавлять ее через какое-то время индикаторами именно еще лидерского поведения. Это вот как раз для руководителей, но мы вам об этом еще обязательно расскажем. Либо на умных субботах, либо еще в рамках какого-то совместного проекта с Центром Благосферы и с Фондом Гарант. Важная вещь, на которую хочу обратить ваше внимание вот здесь, что мы с вами за год, будучи взрослыми людьми, у которых есть семья, друзья, работа, какие-то увлечения, вот мы способны развивать в себе не больше трех навыков. А если мы беремся за компетенцию, ну вот как сумму знаний и навыков, то я рекомендую ориентироваться на дну, потому что чем более профессиональный мы с вами становимся, тем дольше срок развития вот таких сложных компетенций. Вот тот пример, который я вам показывала из своего плана развития, адаптивность и насмотренность, вот этот микс компетенций, который мне важно именно как микс в себе развивать, он рассчитан на два с половиной года. И это такой довольно оптимистичный срок, вот я про это уже понимаю сейчас, когда понимаю, что самоизоляция влияет на скорость и несколько ее снижает в таких вопросах. Итак, как же это работает у нас? Да, вот еще раз опишу, именно в цикле уже как процедура, которая у нас прописана и используется, о которой знают все сотрудники. Когда человек приходит в организацию, мы с ним говорим про мечты, мы ему объясняем про вот этот подход, что у него возникнет такой план индивидуального развития, что ему это предстоит. И первый такой ИПР, он обычно довольно скромный, касается там одного-двух навыков, это редко мы речь ведем о компетенциях, он появляется через три месяца, то есть когда человек проходит испытательный срок, и мы после него вот приступаем к подготовке первого ИПР. Дальше человек вписывается в ту схему, но в зависимости от того, когда он пришел, чаще это случается осенью, и поэтому вот здесь в этом таймлайне вы видите, что потом мы обсуждаем итоги года в конце декабря, и мы обсуждаем самооценку по всей деятельности, и это становится основой для того, чтобы тот ИПР, который он составил на год, скорее всего скорректировать. Ну и потом, похоже, повторяется через полгода в июле, когда снова проходит самооценка по итогам полугода, по всем проектам, по прогрессу, по развитию, и мы тоже либо корректируем, либо признаем, что этот навык разват, мы его оставляем в покое и формируем новую часть плана развития этого сотрудника. Вот так это происходит как процесс, постоянно повторяющийся из года в год, и это вот как раз входит в ту самую систему внутренних коммуникаций, о которых Женя вам рассказал. Что, наверное, важно сказать, что вот это, я вам показываю, формализованные такие части обсуждения этого плана, но, конечно, диалоги могут возникать чаще по запросу, исходя из ситуации, да, и обучение само вкрапляется вообще в каждый рабочий день, потому что мы каждую рабочую задачу обсуждаем в том числе с точки зрения того, а как эта задача и ее выполнение сыграет на том, что человек вот попробует в себе развить тот или иной навык и попробовать себя в чем-то новом. И разговоры, соответственно, тоже могут по ИПР случаться чаще по запросу как руководителя, так и сотрудника. Соответственно, напоминаю, если вы руководитель сам по себе, свой собственный, то обсуждайте это обязательно со своим коучем. Итак, если мы все-таки выбираем основным типом и видом обучения, обучение на рабочем месте, которое, вы помните, по конусу Дейла наиболее эффективно, и это действительно правильно есть, все равно у него свои ограничения, потому что через каждодневные действия мы не можем получить вот тех самых знаний за пределами нашей внутренней экспертизы. Я вам приводила пример с грандмейкингом, и этот пример невыдуманный, он совершенно тоже такой же мой. Я всю презентацию сегодня устрою на своем личном примере, и, например, за этой экспертизой я пошла учиться в лабораторию ресурсных центров, которую организует Гарант, и Марина Михайлова является моим таким наставником и ментором внешним, который мне помогает эту экспертизу приобрести. В свою очередь Марина пришла к нам учиться в школу лидера НКО, добирать тоже какой-то экспертизы, хотя, что называется, казалось бы. Такой же пример могу привести с Еленой Малицкой. У нее и я, и моя команда сейчас завершаем обучение в школе оценки, потому что нам не всей внутренней экспертизы хватает для того, чтобы двигаться дальше с этим направлением, но сама Елена тоже, и Ирина Макеева вместе с ней тоже пришли учиться к нам, потому что тоже какой-то экспертизой можем поделиться мы, ценные для них. Вот здесь призываю вас как раз к тому, что важно искать и находить эти источники внешней экспертизы, и в первую очередь в сообществе ресурсных центров, потому что здесь это действительно сильно, ну и во вторую очередь в партнерах из других секторов. Что еще важно? Что мы еще не можем через каждодневные действия научить человека тем навыкам, которые мы от него ожидаем, если мы понимаем, что, например, координатора проектов мы через год или полтора видим менеджером проектов. Так вот, важно не забывать давать человеку такие задачки, которые позволят ему эти навыки получить на рабочем месте, но не через те самые каждодневные действия, которые он выполняет в рамках функционала и в рамках должностной инструкции. Ну и навыки работы с другими людьми, другой организационной культуры, которые мы тоже никогда не получим внутри, принадлежа к той самой одной культуре, которая строится благодаря внутренним коммуникациям и бренду тоже, о чем недавно буквально вам рассказал Женя. Что важно? Да, вот здесь я уже перечислила вам как раз те виды действий, которые мы можем делать. Дополнительно напомню, что коучинг и внешний менторинг очень-очень с вами нам полезны, как руководителям особенно, потому что нам с вами очень сложно добирать вот эту профессиональную экспертизу и действительно не стоять на месте. Ну и еще стажировки как очень хороший способ, несмотря на то, что сотрудник или вы именно на период стажировки будете выпадать из процессов, это очень ценно с точки зрения того, сколько из стажировки можно взять и принести в организацию. Поэтому здесь вопрос того, а как же вы рассчитаете вот это время, когда вы пойдете на стажировку, либо чтобы разобраться с темой маркетинга, например, в какое-то подразделение дружеской вам компании, почему нет, либо вы пойдете в другую некоммерческую организацию осваивать направление, которого у вас еще нет. И обращение, конечно же, к внешним провайдерам сектора, да, вот здесь вам помогут и коллеги ресурсные центры, особенно специализированные центры, которые как раз организуют программы обучения для сотрудников НКО, и в том числе для сотрудников ресурсных центров, вот они вам здесь в помощь. Как раз плохая или хорошая эта новость, я не знаю, но учиться это дорого. Настя, я попрошу следующий слайд включить. Спасибо. Это факт. То есть мы, вот я здесь даже не хочу давать каких-то этих оценок тому, но просто сейчас расскажу, почему у меня появляется основание так вам говорить. Какой бы вы способ обучения не выбрали, затраты есть всегда, и нам важно их с вами посчитать, да. Проще всего их посчитать, когда вам выставляет счет кто-то из провайдеров, да, и вы понимаете вот стоимость этого обучения, и если она вам подходит, и вы понимаете, что это того стоит, почему нет, да. Секрет многих уже, многими открытый, это закладывать как раз стоимость собственного развития, развитие собственной команды в различные грантовые заявки, да, и обращаться с этим грантодателем, которые готовы поддерживать вот такое развитие, если вы потом можете обосновать, что это развитие сыграет на то, насколько вы потом эффективнее сможете работать вообще, или в этом проекте в частности. Что еще рекомендую делать, если вдруг еще не делаете, это рассчитывать эквивалент пробоноуслуг, именно в части обучения и развития, за которыми вы обращаетесь к вашим коллегам из других НКО, из других ресурсных центров, либо к коллегам из бизнеса. Это тоже достаточно очевидная штука, но вот что мы с вами делаем на самом деле редко, это подсчитываем эквивалент затрат в рамках обучения через опыт, как раз того самого непосредственно на рабочем месте. Вот статистика российского бизнеса говорит о том, что только 5% времени сейчас руководитель тратит на то, чтобы заниматься обучением и развитие сотрудников. Мы не замеряли это в рамках нашего исследования конкретно по НКО-сектору в России, но косвенные признаки говорят о том, что это довольно сопоставимый такой показатель, и 5% времени руководитель, ну до 5% выделяет на обучение и развитие сотрудников. Где-то больше, где-то меньше, но вот такое среднее по сектору – это близкое число. Но на самом деле сейчас тенденция такова, вот как раз в связи с тем, что обучение становится в фокусе вообще стратегическом, всех видов организации, неважно в каком секторе экономики они работают. Так вот рекомендация сейчас такова. 40% времени руководитель должен заниматься обучением и развитие сотрудников. Соответственно, 40% фонда оплаты труда руководителя – это бюджет обучения. И также еще от 20 до 30% занятости сотрудника в этом процессе – это тоже эквивалент бюджета обучения. Поэтому иногда, правда, внутреннее обучение чрезвычайно дорого. Но, например, скажу про нас. Я посчитала, вот сколько у меня получается уделять времени обучению сотрудников. И я понимаю, что сейчас у меня такой возврат на инвестицию, вот при таких 5% мы как раз укладываемся в это, у нас 5% от бюджета с учетом вот этих всех трех стоимостей тратится на обучение сотрудников. И такой возврат на инвестицию я как руководитель от этого получаю через 24 месяца, то есть через два года. Я посчитала, что если я хотя бы утрою этот процесс, показатели, например, у меня в бюджете будет до 15% закладываться на обучение и развитие сотрудников, себя я тоже к сотрудникам причисляю, то у меня вот этот срок возврат на инвестицию сократится на полгода. Много это или мало? Я считаю, что много с учетом вот сегодняшней скорости движения, потому что на 6 месяцев раньше я смогу начать делать лучше и эффективнее. Для меня это важно, и я это буду считать такой приличной форой, и, в общем-то, буду планировать это делать, но на самом деле уже стремлюсь это делать. Ну, вот у меня, пожалуй, все. Тоже я сегодня постаралась уложиться вот в этот взгляд с вертолета. Наиболее кратко рассказать за 40 минут о системе обучения и развития сложно. Надеюсь, мне удалось показать зависимость того, как мы с вами учимся сами, учим своих сотрудников или учим других коллег из некоммерческих организаций, которые помогаем развиваться, вот как от обучения зависит эффективность нашей с вами работы. Вы видите QR-коды, где можно подписаться в удобные для вас социальные сети, в Facebook или ВКонтакте, где мы для вас каждую неделю готовим такие материалы, подбираем, в общем-то, специально для руководителей НКО, опираясь так вот на ту самую модель компетенции, понимая, что для управленцев нужна информация не только из НКО-сектора, и мы там ее очень часто разбавляем информацией общей, в том числе и для бизнеса полезной, и для органов власти, ну и про некоммерческий сектор, там тот же фандрайзинг и другие наши специфические деятельности тоже попадают. Вот, поэтому, надеюсь, если вы разделяете наши ценности и цели в достижении устойчивости и эффективности деятельности организации через обучение и развитие, будьте с нами и будьте эффективными. Спасибо.